МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, глаза – зеркало души. Надежда Махну в этом уверена. Еще в детстве ее интересовало, как устроен человеческий организм и его внутренние органы. На самом деле это очень маленький орган, но он очень важный. Потому что до 90% всей информации мы получаем с помощью глаз. Детский интерес перерос в профессиональный, решила стать офтальмологом. Изучила анатомию и физиологию глаза, лечить органы зрения начала еще в Белгородском государственном университете на факультете лечебного дела. За новыми знаниями и, главное, опытом, Надежда приехала в столицу. В Москве у меня была ординатора на протяжении двух лет. Я закончила Московский медико-стоматологический институт имени Евдокимова. Проходила ординатура на базе микрохирургии глаза имени Федорова. Ну и дальше уже начался мой непосредственно трудовой путь. В профессии уже пять лет, работы много, но усталость быстро проходит, когда на чаше весов здоровье пациента все остальное уходит на второй план. На самом деле каждый пациент очень индивидуален, нужно к нему просто найти правильный подход и выручать то, что это смешанный прием. На самом деле детки, наша радость, они настолько позитивны, настолько дарят положительные эмоции, что ты просто выходишь с работы, ты радуешься своей работе. Сложно тоже бывает, особенно с маленькими пациентами. Чтобы осмотр прошел без проблем, нужно найти подход. Но Надежда умеет и это. Сложность, конечно, с детками до трех лет, потому что они не могут так, как взрослые. Да, мы можем попросить, посмотрите наверх, посмотрите направо, налево, они не усидчивые. Вот поэтому здесь приходится все делать очень быстро, ловко. Упорство, трудолюбие и сопереживание. Без этого в работе врача никуда. В любой профессии все равно важно встать на сторону иногда пациента. Посмотреть с его стороны, потому что пациент, когда к тебе приходит, он первый раз, да, может быть, сталкивается с этим заболеванием. Он напуган, для него это шок. И важно его успокоить, правильно донести до него информацию, вот, рассказать все возможные варианты лечения. А лечить есть что. Воспалительный процесс, конъюнктивит и катаракта у взрослых, у детей близорукость и астигматизм. Условия современной жизни не лучшим образом сказываются на органах зрения. Мы проводим только непосредственно консервативный прием, вот, а оперативное лечение мы уже направляем пациентов в Одинцовскую больницу. Для последующего там прохождения хирургических методов лечения, лазерного лечения, аппаратного лечения. Конференции, научные статьи. Учиться Надежда обязательно продолжит. В планах получить еще одну специальность – хирург-офтальмолог. Дмитрий Потапкин, Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...